У Гродни распочалась реконструкция старого замка, былой королевской резиденции, а зараз историко-культурного объекта у масштабах республики. Распрацована проектно-кошторисная документация первой черги работ. За областного и республиканских бюджетов выдатковано больше за миллион рублей. Зараз на территории замка ведутся раскопки. Проектом так само продуглежено узвядение вежев сбоку Немана, одновление стены крепости с галереями, прилеглых будинков, подведение необходимых коммуникаций. Завершить реконструкцию старого замка плануется в 2020 году. Ирна Ишкевич протягнет. Археологи, працювая для крепостной стены, выучают внутренний двор старого замка. Тут по проекте повинна з'явиться так званая мерная изба. Раскопки будут проведены до початку будовництва, выучению подлагая зрез глубиной 7-10 метров, який может представлять культурную каштовность. Тут есть пласти, начиная с 60-го стагодзя. Минавито в этот час на замковые горы з'явилися первые поселения. Это и стены, фундаменты зданий, это и ливневка 20-го века. То есть достаточно сейчас идет такой богатый архитектурный скелет этой замковой горы. Когда мы пойдем ниже и глубже, мы увидим мостовую, которую находили. А ниже этой мостовой должна начаться деревянная застройка города. Доследчики мают на мете высветлить, як выглядал и какой была планировка замка у розной переды. Вядомо, что уже у 11-м стагодзе на замковой горы існовала середневековая крепость. И она некольки разу перебудовывалась. До слова по проекте будет обновленный замок 16-го стагодзя, яким он был у часы Стефана Батория. В те периоды, которые до Стефана Батория, ну там, скажем, предыдущий основной, это времена Витавта Великого. Но, к сожалению, от Витавта Великого осталось очень-очень мало. Только вот некоторые фрагменты. И для того, чтобы восстановить на Витавта Великого, то все вот это сносить нужно, в том числе и сам дворец. Реконструкция замка ведется по проекте минского архитектора Уладимира Бачкова. Коли подчас работ усплевут текавые знаходки, проект может быть откороктованным. Что до початку будовництва, то еще в бягучем годе специалисты плануют умоцовать фундаменты и стены комплексом. Мы будем использовать инъекции, укрепление фундаментов с помощью инъекций. Трубки металлические, значит, засверливаются в грунт, засверливаются непосредственно под углом, рассчитанным нами, под фундаменты. И туда под давлением подается, под определенным давлением, которое мы тоже заложено в проект для получения однородной массы грунта под фундаментами основания, значит, закачиваются полимерные смолы. Что важно, все материалы, которые будут использоваться в проекте, подобраны за уликом богатого международного опыта и отправляют историческим узорам. Группа архитекторов специально посещала объекты-аналоги в Польше, исследовала материалы, которые использовали Санта-Гуча, это архитектор, который был здесь изначально, 16 век, строил этот замок. И все материалы, которые мы нашли как аналоги, мы их включали для того, чтобы объект был не новодел, а в нем все-таки сохранялись аутентика. Треба сказать, что опрошь второго замка, зараз у центра уваги и инши опомники региона. Так на территории Новогрудска замка ведется умоцованье схила у горы. Улицким замку завершаются работы по веже Едемина, как до конца года тут открыть музейную экспозицию. Протягивается рестаурация палацево-паркового комплексу у связку Лягродна. Распочались ремонтные работы и у одним из старожитных храмов Беларуси Бориса Глебской Каложской церкви.